Если не самый массовый, то уж точно один из них. Этот старт спортсмены запомнят. В начале забега легко упасть, еще легче растеряться. К участию заявилось 4,5 тысячи человек. Болеть пришло 5 сотен. Этого достаточно для участия в забеге, даже для самого юного спортсмена. Миша Соловьеву всего два. Лыжным спортом увлекается его мама и папа. Станет на полозе и маленький братик. Периодически катаемся всей семьей. Вот у нас еще есть 4 месяца ребенок, но он пока еще не сам, к сожалению, на лыжи. Но готов, уже готов морально. Привезли на лыжню, показали, как он загорелся и сам катается. В числе первых к финишу пришел опытный спортсмен Николай Юстратов. Ему 74 года. Чуть моложе амуниция и старые лыжи Тиса. Пенсионер сохранил их со времен советских кооперативных забегов. Тогда отстаивал честь автопредприятия. Теперь свою. А все потому, что в детстве родители лыжи не купили. Семь лет занимаюсь на лыжах. С одной лыжи катался, сосед давал мне. Поэтому меня обидели в детстве. В детстве обидели. И я сейчас не могу без лыжи. Не могу. Для всех, кто не может без лыжи, организаторы проложили одну трассу. Но сразу на три дистанции. В 10, 5 и 2 с небольшим километром. Последняя оказалась популярнее всего. Не простаивал на озере и каток. Его по случаю массовых состязаний организовали рядом. Здесь вы видите разные возможности для людей, которые любят кататься на коньках. Поэтому каждый член семьи выбрал для себя по интересам, что ему интереснее. Может быть сначала на лыжи, потом на коньке, а может быть наоборот. Ребятню развлекали подвижными играми. Замерзнуть присутствующим не дала полевая кухня. Лыжня России в областном центре прошла в 12-й раз. В далеком 2006-м она собрала всего 500 человек.